Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча будет посвящена новому ФСБУ 28-2023 инвентаризации. Рассматривать мы будем сегодня ее на примере 1С-бухгалтерии и 1С-ЕРП. На экране вы видите наши контакты, то есть наши адреса электронной почты, телефоны и соответственно адрес сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант аналитика ДНС Галина Гартышева. И поговорим мы сегодня о том, какие изменения принесло внедрение нового ФСБУ, кто и когда его должен применять, то есть когда оно официально вводится в обязательном порядке и когда можно применять его добровольно. Ну, соответственно, плюсы и минусы от досрочного перехода. Какие документы, кроме тех, что имеются в программе, нужно написать. Ну и поговорим про отличие конфигурации бухгалтерии, ЕРП и отражение, соответственно, документов, которые касаются инвентаризации. Наша сегодняшняя встреча будет строиться таким образом. То есть мы будем нормативную, если можно так сказать, часть смотреть по слайдам и будем переключаться параллельно на конфигурации 1С бухгалтерия. Сейчас я туда перейду. И одновременно будем смотреть, как те или иные действия, о которых мы поговорили, будут отражаться в ЕРП. Потому что разница между этими программами, несмотря на то, что в ЕРП включен блок бухгалтерского учета, все-таки имеются достаточно серьезные. Возвращаемся снова к нашим слайдам и поговорим вот о чем. То есть с 16 апреля этого года, то есть это уже произошедшее событие, вступил в силу новый стандарт бухгалтерского учета. То есть ФСБУ 28 дробь 2023 инвентаризация. Этот ФСБУ устанавливает требования к инвентаризации активов и обязательств, в случае и сроке ее проведения, но также порядок отражения результатов инвентаризации. Этот отчет утвержден приказом Минфина в этом году, то есть 13 января. И под действие этого ФСБУ попадают все организации за исключением бюджетников. При этом нужно обратить внимание на то, что этот стандарт не распространяется на учет драг металлов и драгоценных камней. Для них существуют отдельные правила проведения инвентаризации, которые установлены инструкцией. Инструкцию тоже согласовывал Минфин в свое время, уже достаточно давно, в 16 году. Но, тем не менее, она до сих пор действует. В обязательном порядке ФСБУ нужно будет применять с 1 апреля 2025 года. Но, естественно, ее можно применить и раньше. Поскольку существуют уже действующие нормативы, по которым инвентаризация должна проводиться не реже одного раза в год, точнее двух раз в год. И в обязательном порядке по состоянию на конец года, то есть перед составлением годовой отчетности. Также нужно будет действовать и в этом году, то есть перед составлением годовой отчетности за 23 и за 24 год. В этом случае инвентаризации будут проводиться по старым правилам. На самом деле, ФСБУ, которое касается именно конкретной ситуации, то есть инвентаризации, очень интересная штука, поскольку инвентаризация существует уже давно. Ну и, в принципе, правила проведения инвентаризации многим знакомым. И практически в этом документе конкретизируются, скажем так, и документальное оформление, и отражение в бухучете. На данный момент действует порядок, который устанавливает виды инвентаризации, порядок применения. Это все у нас уже давно действует и реализовано во всех конфигурациях. Но при этом есть некоторые различия. Ну и, естественно, данное ФСБУ связывает изменения, которые произошли в учете, то есть конкретно ФСБУ, которые касаются основных средств и, соответственно, капиталовложений. То есть это шестое ФСБУ и двадцать шестое ФСБУ. Еще немножко нормативной информации. Какие конкретно же все-таки изменения вносит эта новая ФСБУ? Ну, во-первых, появились общие требования к инвентаризации. Дальше пошла достаточно сухая бухгалтерская терминология, полнота, способы и так далее. Но на практике это обычно сводится к тому, что инвентаризировать необходимо полностью не только товары материальной ценности, но и задолженность, активы, обязательства и так далее. В этом новом ФСБУ закреплены новые понятия объект инвентаризации, фактическое наличие объектов инвентаризации, срок проведения инвентаризации и так далее. То есть, в общем-то, формализованы некоторые выражения, которые тянутся с достаточно далеких времен, из делового оборота. Разрешено определять наличие объекта, например, с помощью видео или фотофиксации. Вот это абсолютно новое требование, потому что раньше, как вы знаете, видеозаписи или магнитофонные записи не являлись доказательствами ни в каких спорах. Сейчас это разрешено. И что самое удобное, это фотофиксация. Потому что есть много компаний, например, которые торгуют радиоэлектроникой, деталями для радиоэлектроники. Когда, в общем-то, фотофиксация позволяет определить, что же это конкретно за деталь, кто ее производитель и так далее. Потому что если вдруг закралась ошибка в описании номенклатурного элемента, то восстановить, что это такое, было уже невозможно. Если можно использовать, применять фотофиксацию, то совершенно спокойно можно к номенклатурным элементам привязывать изображения, фотографии из каталогов и так далее. Право устанавливать состав документов инвентаризации предоставлено самой организации. То есть на самом деле вы можете использовать такие возможности, но можете и не использовать. То есть если, например, у вас вы торгуете самолетами, то понятно, что фотофиксация, ну как бы не особо вам нужна, не особо поможет. Если же это торговля какими-то специфичными товароматериальными ценностями, то вот это как раз тот случай, когда данное изменение будет очень полезно. Введены новые требования к оценке результатов инвентаризации. То есть оценка на дату проведения инвентаризации, оценка недостачи по балансовой стоимости. То есть раньше не было четкого указания по какой стоимости проводить инвентаризацию. Это было достаточно проблематично для торговых, для розничных торговых предприятий или складов. Потому что в бухгалтерии существовало несколько подходов к оценке. То есть можно было работать со счетами, которые отражают торговую наценку. А можно было учитывать по закупочной стоимости остатки товароматериальных ценностей. И соответственно здесь вот в данном ФСБУ эта ситуация изменена и конкретизирована. То есть мы можем проводить оценку по балансовой стоимости. Для каждого случая обязательной инвентаризации устанавливается дата, когда ее нужно провести. Также уточнили случаи, когда можно не создавать комиссию. Если в организации есть только руководитель и бухгалтер, то в этом случае инвентаризацию может проводить либо аудитор, либо ревизионная комиссия. Раньше это было возможно только при малом объеме работ, когда инвентаризацию производит ревизионная комиссия. Но если членов комиссии, например, штатной численности недостаточно, то может быть в теперешних условиях и аудитор. Еще немножко нормативной информации. Это по поводу требований к инвентаризации, которые сейчас предъявляются. Во-первых, хочу напомнить, что инвентаризация на самом деле достаточно жестко регламентированный процесс. Еще в Советском Союзе были четко определены требования по проведению инвентаризации. И в принципе эти требования были не столько формальными, сколько страховали от ошибок, от, скажем так, злоупотреблений. Ну, то есть по возможности обеспечивали достоверную информацию. Требования были такие, что должна быть ревизионная комиссия в составе не менее трех человек. Председатель ревизионной комиссии назначается приказом директора. И, соответственно, остальные члены комиссии тоже назначаются приказом руководителя. Возможно составление постоянных ревизионных комиссий. Если, например, это торговая организация, и у вас есть какая-то розничная сеть, то может быть назначена ревизионная комиссия из числа офисных специалистов, которые ходят на инвентаризацию в разные склады, в разные торговые точки, ну и, соответственно, их проводят. Проводится инвентаризация не менее двух раз в год, и в обязательном порядке по состоянию на конец года, на последнюю отчетную дату. Кроме этого, инвентаризации могут быть как плановые, так и внезапные. Ну, то есть понятно, что плановые происходят, если нет никаких катаклизмов, форс-мажоров, и все работает в штатном режиме. Но если, например, случаются какие-то форс-мажорные обстоятельства, пожары, наводнения, ну, еще какие-то бедствия, то в этом случае, естественно, инвентаризационная комиссия обязана провести пересчет остатков и оценить, причинен какой-то ущерб или не причинен. То есть сейчас общие требования – это полнота инвентаризации, способ выявления фактического наличия объектов, документирования, обеспечения условий для проведения, ну, естественно, своевременность и обоснованность отражения результатов инвентаризации в бухучете. То есть, в принципе, исключается ситуация, когда сегодня вы провели инвентаризацию, заполнили ведомости, а результаты инвентаризации просчитали и отразили в учете, например, через три месяца. По новому стандарту есть сейчас такое послабление. То есть его официальное применение для всех, то есть в обязательном порядке, должно начаться с 1 апреля 2025 года. Но применять, так же, как и предыдущий, в принципе, ТФСБУ, предприятие может начать досрочно, то есть не дожидаясь 1 апреля 2025 года. Но в этом случае, как вы помните, необходимо внести изменения в учетную политику. И, соответственно, если изменения не масштабные, как вот в нашем случае с этим ФСБУ, то в этом случае может быть дополнение к учетной политике. Если же масштабные изменения, ну, какие-то более крупно изменяющие системы учета или налогообложения, то, естественно, в этом случае создается новая учетная политика и по БОХ учету и по налоговому учету. И в установленном порядке эта учетная политика утверждается. То есть, несмотря на то, что у нас учетная политика утверждается обычно 1 раз в год, при... в конце года, на следующий год, то в случае изменения законодательных каких-то мероприятий, то есть, введения новых налогов, новых стандартов, то учетная политика может быть утверждена с какими-то изменениями или новая и не дожидаясь этого срока. Здесь важен еще один момент есть, что перед составлением годовой отчетности за 2024 год, то есть, в следующий год, инвентаризация производится по старым правилам. Ну, естественно, исключение составляют те случаи, когда вы добровольно перешли на соблюдение этого стандарта, например, в этом году. Тогда понятно, что учетная политика должна быть изменена досрочно и вы должны уже проводить инвентаризацию по новым требованиям. Здесь есть еще один момент, который, в принципе, ну, может быть, где-то спорный и не особо применялся на практике, точнее, применялся, но по-другому. В нынешнем ФСБУ звучит взаимозачет излишков и недостач из-за пересортицы допускается в исключительных случаях и только в отношении активов одного и того же наименования в тождественных количествах. Что это такое? То есть, в принципе, особенно в розничной торговле, зачастую инвентаризации проводились для того, чтобы ликвидировать пересорт. То есть, если есть наименования похожие, то в этом случае приходуются излишки и списывается недостача. И делается это, в общем-то, в рабочем порядке для того, чтобы свести учет как можно ближе к жизни. Но при этом есть одна, чисто с бухгалтерской точки зрения, неприятная особенность по отражению результатов инвентаризации. То есть, если вы уже применили и нормы естественной убыли, и посмотрели там, посчитали все браки и так далее, и у вас все равно выявились недостачи, то обнаруженная недостача в пределах, если у вас нормы убыли можно применить к вашим товарам, то, естественно, в этом случае такая недостача списывается на затраты. А вот все остальное списывается уже за счет собственных средств. Ну и, естественно, списание применяется только в том случае, если фактически выявлена недостача. Если недостача не выявлена, то, естественно, и говорит не о чем. В этом случае, когда мы обнаруживаем недостачу, то, соответственно, проводится разбирательство, определяются виновные лица, то есть за счет, например, материально ответственного лица, или это были какие-то особые обстоятельства, и виновные лица не установлены. В этом случае получается, что выявленная недостача влияет на финансовый результат, и предприятие вынуждено, естественно, его за счет собственных средств погашать. Вы видите сейчас на экране табличку, в которой, собственно, эта информация немножко систематизирована и сгруппирована. То есть самый основной вопрос, который касается этого ФСБУ, это какой стоимости учитывать. Вот здесь появился термин, который у нас встречался при введении в действие учета по ФСБУ 6 и 26. То есть термин «справедливая стоимость», балансовая стоимость, ну и, соответственно, балансовая стоимость аналогичных активов, если вы не нашли точного соответствия. И по нынешнему ФСБУ такой ассортимент недостачи сужен, и сейчас по балансовой стоимости мы можем учитывать недостачи. Ну и, соответственно, куда относятся. Если у нас были излишки, то в этом случае излишки мы вытражаем в доходах. Если у нас была недостача, то, соответственно, мы ее на виновных лиц списываем или на расходы. И еще немного нормативной информации по поводу проведения и назначения комиссии. То есть, как я уже говорила, на данный момент комиссия создается по приказу руководителя, и эта комиссия может быть как постоянной, так и собранной на конкретный случай проведения инвентаризации. Но если, например, у вас маленькая или микрокомпания, и в ней числится только руководитель и главбух, то в этом случае назначается руководитель. Если организация заключила договор об оказании услуг по проведению инвентаризации с аудиторами, то, соответственно, может быть аудитор. Ну, либо инвентаризация проводится в ревизионной комиссии организации, это как раз то, о чем я говорила, то есть это постоянная ревизионная комиссия. Одним из основных требований к работе инвентаризационной комиссии является участие всех ее членов в проведении инвентаризации. То есть не то, что назначили комиссию в составе четырех человек, а явились на проведение инвентаризации только двое, а участие именно всех членов комиссии. Законодательно предусмотрено, что отсутствие менее одной пятой членов комиссии не является основанием для признания результатов инвентаризации недействительным. Здесь обратите внимание на слово сочетание результатов инвентаризации, потому что на самом деле недостаточно просто пересчитать все, что имеется в наличии, а необходимо еще обработать, эту информацию сделать с летительной уведомость, ну и соответственно уже эти результаты обработать бухгалтерами. А сейчас мы с вами ну собственно еще один маленький кусочек нормативной информации, то есть про оценку. Как я уже говорила, излишки выявленные при инвентаризации относятся на доходы, а недостачи сверх норм естественной убыли, ну и также соответственно стоимость испорченных паров на виновных лиц или на расходы организации, то есть за собственный счет. Активы, которые выявились в излишке, то есть в результатах, например, пересорта, то есть излишки у нас оцениваются по их справедливой стоимости, либо по балансовой. Если балансовой, например, нету стоимости, то есть не смогли найти аналогичные элементы, то в этом случае берут аналогичные активы, то есть ну что-то конкретно похожее. Естественно, результаты отражаются в учете, в отчетном периоде. На ту дату, когда проводилась инвентаризация. Вот дальше документирование инвентаризации. Обратите внимание, стандартом не установлен перечень обязательных документов, которыми оформляются сведения о проведении и результатах инвентаризации. То есть в этом случае состав и содержание документов по инвентаризации мы можем определить сами. но одновременно стандартом установлены обязательные реквизиты, которые должны содержаться в таких документах и порядок заполнения документов по оформлению инвентаризации. Ну и исправление ошибок в них. Напомню, что в инвентаризационных ведомостях все ошибки исправляются путем зачеркивания, расставления нужной цифры и возле этого исправления должны расписаться все члены инвентаризационной комиссии. Ну и естественно стандарт не запрещает составлять документы по инвентаризации в электронном виде или с электронной подписью. А теперь мы с вами перейдем к нашим демо-базам и посмотрим чем же на практике все-таки и отличаются для конфигурации то есть бухгалтерия предприятия и 1СЕРП ну и поговорим еще немножко о документах которые должны сопровождать инвентаризацию. Сейчас мы с вами переключимся сначала в бухгалтерию я объясню почему мы переключились сначала сюда как вы помните в бухгалтерии у нас имеется налоговый учет и бухгалтерский учет а в ЕРП у нас кроме этих учетов то есть налогового и бухгалтерского присутствует еще оперативный учет управленческий то есть документы по инвентаризациям у нас располагаются в разделе склад это у нас бухгалтерия и в ЕРП это у нас располагается в разделе склад и доставка то есть в принципе в складских операциях если в бухгалтерии у нас есть блок который так и называется инвентаризация и здесь пункты то есть инвентаризация товаров оприходования списания и новый пункт который появился после принятия ФСБУ 6 и 26 это обесценение запасов то есть инвентаризация это фактически составление описи описи имеющихся в наличии товаров то есть не обязательно товаров товаров материальных ценностей на самом деле в старые времена еще скажем так времен Советского Союза существовали еще дополнительные требования которые предъявлялись к материально ответственным лицам при проведении инвентаризации то есть материально ответственные лица должны были подсортировать товары то есть разместить в одном месте товар аналогичный по свойствам по характеристикам по другим показателям например по артикулам должны были промаркировать допустим дополнительными ярлыками наименование товара его характеристики то есть артикул производитель и так далее ну то есть подготовить товарные запасы склады например к проведению инвентаризации чтобы при проведении инвентаризации не приходилось метаться из угла в угол что здесь мы нашли одну там зубную щетку а в другом конце зала нашли другую зубную щетку снова возвращаемся в раздел склад ну и соответственно сейчас мы вот так сделаем с вами то есть если мы выберем создать у нас создается опись которая имеет определенную форму эта форма тоже в принципе ну как бы имеет практическое назначение практическое историю практического применения и сейчас у нас откроется сама по себе опись содержит просто перечень товар материальных ценностей когда мы все пересчитали и согласовали заверили подписями у нас делается слетительная ведомость это уже другой документ который сравнивает имеющееся количество с тем что по учету и выводит расхождение к нему уже немножко другие требования то есть согласовывать и подписывать его должны по другой методике когда мы с вами делаем опись то есть создаем документ ведомости инвентаризации то в этом случае на титульном листе который содержит подписи материально ответственных лиц и расписку расписываются естественно материально ответственные лица в дальнейшем на каждом листе указывается количество пунктов количество в единицах измерения номенклатурных позиций и заверяется подписями всех членов инвентаризационной комиссии и материально ответственных лиц вот наконец-то у нас сформировалась сейчас я подвину эту линейку чтобы нам было лучше видно то есть вот сейчас в нашем случае мы с вами видим форму инв3 то есть инвентаризационная опись товаров для того чтобы составить такую опись ну и естественно в большем случае для того чтобы потом эту опись можно было предъявить например если выявлена какая-то крупная недостача чтобы можно было обратиться либо в правоохранительные органы либо в какую-то аналогичную организацию необходимо чтобы все документы были составлены верно ну и вот как вы видите здесь есть еще одна форма и НВ-19 то есть это и есть наша следительная ведомость в программе предусмотрено что мы можем сразу сформировать пакет обеспечительных если можно так сказать документов то есть в этом случае у нас есть приказ на проведение инвентаризации да мы хотим его записать и в этом случае распечатывается приказ в котором перечисляются члены комиссии и указывается сотрудник который будет выполнять обязанности председателя инвентаризационной комиссии и собственно говоря если мы не будем обращать сейчас внимание на склад и на ответственное лицо то у нас появляется вот такая форма документа как вы видите ну естественно здесь указываются сведения об организации если например это структурное подразделение то указывается о нем сведения и дальше мы пишем для проведения инвентаризации например на складе там бакалея то есть указывается в обязательном порядке склад или любое помещение то есть для обособленного хранения где будет проводиться инвентаризация председатель комиссии во-первых указывается его должность а во-вторых ну естественно фамилия имя отчества и члены комиссии дальше указывается что подлежит инвентаризации потому что например даже в условиях хранения на одном складе инвентаризация может подвергаться не полностью весь остаток товара материальных ценностей ну например если это у нас склад стройматериалов то инвентаризация может проводиться по отдельной товарной группе например краски цементы ну то есть не целиком а выборочная инвентаризация кроме этого если инвентаризация у нас плановая то дату и время инвентаризации мы знаем заранее а если инвентаризация внеплановая то в этом случае приказ о проведении внеплановой инвентаризации может быть сформирован ну практически за пять минут до начала инвентаризации значит к инвентаризации приступить такого-то числа во столько-то времени обратите внимание время указывается обязательным и окончить такого-то числа во столько-то часов причина инвентаризации то есть соответственно это может быть плановая инвентаризация может быть внеплановая инвентаризация И еще одна причина, точнее две причины. Это смена материально ответственного лица, переоценка может быть, и выбытие более 50% членов бригады. То есть, если материально ответственное лицо не одно, а, например, бригадная ответственность, то если меняется более 50% состава бригады, то в этом случае в обязательном порядке должна быть проведена инвентаризация. Также инвентаризация проводится, если материально ответственное лицо уходит в отпуск и потом обязательно, когда возвращается из отпуска. И, соответственно, материалы по инвентаризации указываются на срок, куда должны быть сданы. То есть, например, в бухгалтерию или в отдел материально-технического обеспечения. То есть, указывается, куда они должны быть сданы, не позднее. То есть, обычно на обработку инвентаризации дается порядка 3-5 дней. Для того, чтобы можно было проверить какие-то позиции, возможно, сделать выборочный контрольный пересчет, а вдруг ошиблись. Ну и, соответственно, оформить все первичные документы, то есть, ведомость, чтобы все расписались, ну, то есть, чтобы она соответствовала предъявляемым требованиям. Ну и руководитель, фамилия, имя, отчество. То есть, здесь у нас с вами все стандартно. Как мы видим, ничего особого здесь. То есть, именно в формах документов нового ничего не случилось. И дальше, то есть, мы можем по кнопке заполнить. Заполнить по остаткам на складе. Ну, давайте выберем такой вариант. В этом случае программа выбирает то, что у нас числится в учете. И, соответственно, после этого проставляется фактическое количество. На практике вот здесь достаточно часто возникает вопрос. Если, например, это небольшое предприятие, ну, и какая-то торговая точка небольшая, там, палатка, ларек, магазинчик и так далее. То вот на этом этапе, например, бухгалтеру совершенно конкретно проще распечатать остатки, которые есть по складу, вручить ответственным товарищам и отправить их в светлое будущее. То есть, считать товары. На самом деле, это не совсем правильный подход, потому что в этом случае могут быть пропущены товары, которые, например, в результате пересорта возникло вместо, допустим, ящика картошки, пол ящика картошки, пол ящика морковки. В этом случае морковку элементарно могут не посчитать, потому что в списке ее нет и на нее просто не обратили внимания. Ну, это, естественно, лучший случай, который исключает, скажем так, злой умысел и коварные намерения, но, тем не менее, по ранее действующим правилам, инвентаризационная комиссия, когда приходит на проведение инвентаризации, должна опечатать склад, исключить возможность дополнительного, скажем так, проникновения, то есть вынесения и вынесения товарных позиций. И начать сплошной пересчет, то есть вот как движется комиссия по пути движения, переписывает все, что видит. В этом случае обеспечивается большая точность, то есть что вижу, то пою, все записали. Но на самом деле возникает достаточно много вопросов, особенно если пересчет осуществляется вручную без применения, например, ТСДшников, то в этом случае возникают проблемы с идентификацией товаров. Потому что, как правило, члены комиссии, особенно если это комиссия постоянно действующая, которая ходит по разным предприятиям, такие члены комиссии могут не знать тонкости ассортимента и для них будет затруднительно идентифицировать переписанный товар. Когда, например, они получают распечатку с остатками, то в этом случае им, возможно, проще. И, соответственно, если мы, ну, я не выбрала склад, совершенно сознательно не выбрала, потому что хотела вам показать еще по складу. Ну, ладно, сформируем все-таки, чтобы у нас будет склад общий. И вот теперь выберем заполнить. Обратите внимание, что когда мы заполняем инвентаризационную ведомость, я беру именно бухгалтерию, то у нас мы выбираем конкретный склад, материально ответственное лицо сюда подтянется. У меня не заполнены справочники по складам, поэтому я имею в виду в демо-версии, поэтому здесь такого не будет. И сюда заполняется номенклатура. Я добавлю вручную, потому что, судя по всему, у меня не будет возможности выбрать, потому что нет остатков. Ну, вот, например, хостовары 10. Это то, что мы увидели. А, соответственно, в учете у нас должно быть их 0, если не подбирается номенклатура. То есть в этом случае я заранее как бы... Провоцирую себе излишки. Ну, соответственно, цены и арифметика программа считает точно. Если у нас назначены цены, то программа все корректно проставит. Следующая закладочка, которая у нас есть, это, в общем-то, административная. Здесь мы указываем период. Например, укажем с сегодняшнего числа по сегодняшнее число. Так, в этом случае обращаем внимание на время, когда будет проводиться инвентаризация. То есть, например, с 9 утра до 19 до 18 вечера. Сюда у нас номер приказа мы пишем от вчерашней даты, например. И причина – плановая инвентаризация. Плановая инвентаризация. И члены инвентаризационной комиссии. Ну, я выберу одного члена комиссии, чтобы у нас закрылся документ. Он же председатель у меня будет. Так, значит, записать, провести. И в этом случае у нас сейчас отразится инвентаризационная опись. И я хочу показать вам лист, где сразу видно, что я не заполнила в табличной части, где это отразится в печатной форме документа. То есть, как вы видите, приказ я написала, номер, дату я тоже указала. Дата начала инвентаризации, дата окончания инвентаризации у меня тоже заполнены. Я не заполнила склад и не заполнила в собственности организации. Потому что инвентаризация может проводиться, например, и по ТМЦ, полученным на ответственное хранение. А вот здесь вот конкретно должны расписаться материально ответственные лица. И на момент проведения инвентаризации, вот это очень важно, у нас должны быть не только сданы, но и по-хорошему обработаны, то есть проведены документы, которые фиксируют получение товара, ну и естественно его выбытие, там может быть перемещение на другие склады и так далее. И что самое основное, обычно, если это, например, розничные торговые точки, то перед началом инвентаризации они обязаны составить отчет по форме, допустим, торг-29, то есть вывести остатки, которые у них есть по документам, и предоставить вот эту расписку о том, что они все документы полученные сдали комиссии, и, соответственно, денежные средства, которые у них имеются, уже тоже никто туда еще не довнесет долги или какие-то дополнительные операции не будут производиться. И что сочетание фактических, снятие фактических остатков, я думаю, тоже всем знакомо, форма, в общем-то, она не изменялась, в таком формате она уже существует достаточно давно, ну лет 15 это минимум, и в конце страницы мы указываем количество порядковых номеров, то есть сколько номеров, например, 10, и общее количество единиц фактически, то есть в этом случае мы складываем жега и копыта, потому что единицы измерения могут быть разные, но пересчитывается натуральная величина. И после этого на странице расписываются все члены комиссии. Последний листик инвентаризационной описью у нас выглядит вот так вот, то есть мы указываем сколько всего по описи, сколько всего фактических единиц, дальше расписываются все члены комиссии и материально ответственные лица. После того, как вот это все мы заполнили, мы можем переходить уже к дальнейшей обработке. А сейчас мы с вами отсюда отвлечемся и перейдем в ERP. А вот здесь, обратите внимание, мы тоже выбрали раздел склад и доставка, но здесь у нас нет раздела инвентаризации. Здесь у нас раздел называется немножко по-другому. Излишки, недостачи и порчи. То есть именно слово инвентаризация здесь не присутствует. И для того, чтобы составить акт инвентаризации, нам нужно перейти по ссылке пересчета товаров. То есть в этом случае мы попадаем в журнал инвентаризационных ведомостей и должны будем в нем уже, ну в нем как бы размещаются ведомости. То есть здесь, как вы видите, мы заполняем те же самые данные. То есть 25 числа, но здесь у нас уже видно время. В бухгалтерии у нас время не отражалось. Диалога МакМи. Печатать количество по учету. Если я оставлю здесь флажок, значит у меня будет на закладочке товаров, табличной части будет указано еще учетное количество. Вот. Ну и после того, как мы заполним данные, допустим, вот я сделаю, что что-нибудь сейчас выберем, выберу дополнительно, то есть на самом деле мы составляем опись вот таким вот образом. Просто немножко другая форма диалогового окна. Так, сейчас я немножко опущусь, чтобы мы могли вот это вот нажать. Снова вернемся к нашим слайдам. Я хочу перейти на две картинки. То есть на одном слайде мы с вами видим в бухгалтерии раздел склады и его, соответственно, под пункты, то есть раздел инвентаризация. А в другом слайде у нас уже ERP, то есть раздел склад доставка в конфигурации ERP. Вот они наши с вами излишки, недостачи, порчи. То есть слово инвентаризация у нас здесь не озвучено. И вот меню, которое у нас здесь и есть. Так, вернемся в конфигурацию ERP. Так, я не буду пока это, потому что долго заполняется. И, собственно говоря, здесь у нас в этом документе статусы. То есть, как вы видите, внесение результата выполнено в работе. То есть здесь у нас имеются статусы, которые показывают обработанную ведомость или необработанную. Провести и закрыть. Окей. После того, как мы составили ведомость, у нас доступны вот такие бланки печатных форм. То есть здесь могут быть вот эти бланки у нас. Если мы хотим, например, провести выборочную инвентаризацию по каким-то товарным группам или по другим признакам, то в этом случае мы можем распечатать эти печатные формы. Но, естественно, есть и ИНВ-3, и ИНВ-19. То есть обычная опись, которую мы смотрели в бухгалтерии. И плюс сличительная ведомость. Это просто другая форма. Так. Закрываем. Да, пусть они у нас сохранятся, как добрая память о наших шалостях. И теперь еще пару моментов, которые мне хотелось бы показать вам в конфигурациях. Сейчас мы с вами находимся в конфигурации ERP. И раздел «Склад и доставка». Здесь у нас, кроме того, что мы можем заполнять эти описи и анализировать результаты проведенной ревизии. Соответственно, мы можем составлять документы «Складские акты». Практически это тоже всем давно известный документ, только ранее в других конфигурациях. Он назывался немножко по-другому. Пока формируется, наверное, лучше все-таки, чтобы не терять время, в бухгалтерию сбегать. Так, давайте с вами переключимся на бухгалтерию. И раздел «Склад» нас интересует. Как вы видите, здесь идет оприходование списания и обесценение запасов. То есть это уже фактически обработка материалов, инвентаризация, когда вы уже имеете фактическое количество. В этом случае стоит вопрос о том, по какой цене должно отражаться результаты вашей деятельности. Сейчас подглядим, есть ли у нас тут уже, да, сформировалось. Вот так вот сделаем. «Складские акты». Что такое «Складские акты»? Это вот как раз-таки списание недостач или, наоборот, пересортится. Вот видите, у нас есть документ «Пересортится». И порча товара, например, там упаковка разорвалась или разбилась в таро. Ну, то есть по какой-то причине произошла порча товаров. В этом случае в пределах норм, естественно, были, мы можем ее списать. Например, документ «Пересортится товаров». У нас с вами есть здесь три закладочки. То есть основное – это, в принципе, административная информация. То есть где, кто, что, на какую статью списывать. Соответственно, если мы проставим вот здесь чекбокс, то есть зелененькую галочку, то в этом случае у нас, если были обнаружены излишки, то они будут оприходованы по себестоимости товаров к списанию. Ну, то есть обратите внимание на то, что здесь так же, как и во всех других справочниках и документах, которые во всех конфигурациях 1С присутствуют, нужно заполнять максимально подробно все имеющиеся сведения. Потому что если при заполнении справочников или там каких-то других настройках вы что-то пропустили, какие-то поля, то потом в готовом документе, например, в печатной форме, вам придется эту информацию уже добавлять в режиме ручного редактирования. То есть вот у нас закладочка «Товары». Здесь у нас, как вы видите, размещена информация о товаре, о количестве, естественно. Ну, то есть вот у меня одна штука. И вот по такой цене. И закладочка «Дополнительно», где указаны, кто материально ответственное лицо, ну, собственно, остальная информация. Ну, мы привыкли в рублях это делать. Можно, конечно, выбрать другую валюту. Но вот мы в таком виде этот документ закроем. Напомню, это мы с вами в журнале документов «Пересортица товаров». То есть вот списание недостачи, оприходование излишков и так далее. А в бухгалтерии у нас эти документы называются чуть-чуть по-другому. Так, вот так. Как вы видите, отдельно оприходование товаров, отдельно списание товаров и материалов. У меня ничего не списывалось, поэтому результат предсказуемый. И после того, как мы все вот эти вот телодвижения выполнили, мы можем с вами формировать слечительную ведомость. То есть... Сейчас я это так закрою. Хочу напомнить такой момент. То есть если у нас обнаружилась с вами недостача или излишки, и мы проводим документы о приходе или списании, то здесь нужно помнить о том, что если мы приходуем выявленные излишки, то, соответственно, это получается безвозмездное поступление товароматериальных ценностей. Мы должны на них начислить налог на прибыль. Так, инвентаризация товаров. Инвентаризационная комиссия у нас указана. И на основании мы можем, соответственно, сразу сделать результаты. Инвентаризации у нас могут сформировать нужные документы по оприходованию и по списанию. Я не буду сейчас сформировать, потому что у нас, к сожалению, времени уже и так не очень много. Это не нужная нам информация. Соответственно, для того, чтобы у нас было правильно сформирована инвентаризационная ведомость, нужно обратить внимание все-таки на структуру вашей организации. То бишь, это информация, которая при первоначальных настройках задается. И в бухгалтерии у нас есть меню раздел «Главное». Здесь у нас сведения есть про нашу организацию. Ну и, соответственно, здесь у нас, ну вот, как вы видите, нужно посмотреть, все ли у вас правильно сделано. Это, в принципе, касается некрупных предприятий или тех, которые только начинают работать с конфигурацией. И в меню конфигурации ERP у нас с вами есть раздел «НСИИ» и «Администрирование». И здесь у нас есть с вами организации. То есть, если вы при первоначальных настройках выбрали ведение нескольких организаций, то есть мультифирменный учет, у вас здесь есть вот этот вот пункт организации. В этом случае открываются все ваши юрлицы в одном журнале, и вы можете выбрать то, которое вам требуется. Если у вас одно юрлицо, то, соответственно, такого списка у вас не будет. И у меня здесь еще есть, кроме моей организации, есть еще структура предприятия. Вот в структуре предприятия я могу задать структуру, например, производства, соответственно, производственные склады, торговля, торговые склады. Могу задать вот в этом разделе, если мы ведем розницу, то есть вот видите, какая у меня структура. Я задала торговая деятельность. Дальше у меня в торговой деятельности есть склады розничные и оптовые. И обратите внимание, у них разный функционал, то есть они по-разному работают. Ну вот в моем случае вот такая структура. И когда я буду делать приказ на проведение инвентаризации, мне в обязательном порядке нужно будет указывать какой-то из этих складов. Ну то есть что конкретно я инвентаризирую. Кроме ТМЦ, согласно этим нашим новым ФСБУ, мы можем проводить инвентаризацию и прочих активов. То есть мы можем проводить инвентаризацию задолженности, можем проводить инвентаризацию каких-то других активов. Ну собственно инвентаризацию всего, что предприятие считает нужным и все, что относится к его активам. После того, как складские акты мы посмотрели, оформили, распечатали и дали всем расписаться, мы можем уже после проведения отражения результатов, то есть оприходования, списания материалов, а если мы вдруг обнаружили недостачу, мы можем уже обращаться в правоохранительные органы. Если обнаружено виновное лицо, и мы на него предъявляем, как бы считаем его виновным в полученном результате. Но здесь есть одна такая неприятная тонкость. Если мы с вами обратимся к договорам материальной ответственности, то по договору материальной ответственности на основании этого договора мы можем предъявить претензии материально ответственному лицу, но только в том случае, если организация обеспечила возможность обособленного хранения и сохранности, и того, что вверенное ему помещение будет закрыт доступ к посторонним лицам, нематериально ответственным. Вот, к сожалению, вопросы, которые касаются взыскания с материально ответственных лиц, недостачи, очень часто упираются в этот пункт, потому что, например, либо не обеспечено хранение, то есть помещение не имеет надежных замков, не имеет там дверей, которые можно закрыть, то есть не обеспечено раздельное хранение с другими товаром, материальными ценностями. Или, например, через какой-то отдел в магазине, который на вечер закрывается там цепочкой, и через него могут ходить кто угодно. То в этом случае доказать, что предприятие не обеспечило условия сохранности, очень несложно. Поэтому вот на такие тонкости надо обращать внимание, иначе проведение инвентаризации будет просто неэффективным, потому что предъявить санкции какие-то людям за то, что они разворовали полуашего склада, будет очень проблематично. Ну, естественно, и в зарплате, и в ЕРП, ой, зарплате, извините, и в бухгалтерии, и в ЕРП в этих разделах есть масса отчетов. В ЕРП, как видите, они выделены в отдельный пункт меню, можно перейти по этому пункту и посмотреть, что отчетов по складу довольно много, не только бухгалтерских, но и управленческих, и на любой вкус и цвет, то есть и доступность остатков, как вы видите. И абсолютно точно так же у нас с вами построена бухгалтерия, то есть там тоже достаточно много отчетов. Вот он наш склад, просто другая компоновка, и отчеты у нас вот здесь сгруппированы, и мы можем посмотреть и остатки товаров, и, соответственно, другие, посмотреть материалы. Но обратить мне внимание хотелось вот на вот эту позицию. Контроль отрицательных остатков. Особенно для производственных предприятий, это обычно самая больная тема при расчете себестоимости. Потому что если вдруг в какой-то момент у вас возникла пересортица, и, например, неправильно списали товары, а еще хуже, если при первоначальных настройках по умолчанию стоит контроль нулевых остатков. То есть программа контролирует, чтобы нельзя было списать несуществующий товар. То есть контроль отрицательных остатков нам не дает списать несуществующий товар, то есть получить красные, как говорят, красные остатки. То есть они отражаются в печатных формах разным цветом со знаком минус. И если мы с вами вдруг с какого-то перепуга отменяем контроль остатков, то в этом случае посчитать себестоимость будет практически невозможно, потому что будет вместо нормальной себестоимости рассчитываться... Ну, цена дропной майки, извините за слово. Ну, то есть будет очень сложно рассчитать себестоимость, особенно если это не торговля, например, какая-то производственная деятельность, и, соответственно, у вас будут минусовые остатки, которые при себестоимости, при расчете себестоимости будут давать неконтролируемые цифры. Ну и также учет материалов, которые выдаются сотрудникам. К сожалению, наше время уже с вами подходит к концу, поэтому сейчас я еще раз переключусь на ERP. И здесь мы с вами посмотрим только один момент. В конфигурации бухгалтерия у нас с вами весь функционал, который есть в бухгалтерии, мы видим сразу, не надо дополнительно активировать какие-то разделы. И, соответственно, инвентаризация и документацию, которая их сопровождает, мы можем увидеть сразу, получить сразу нужные данные или нужные документы. В ERP у нас немножко другая система, поскольку здесь очень много блоков. Это и то, что касается оперативного учета, и то, что касается производственного учета. Некоторые блоки не активированы. То есть для того, чтобы использовать этот блок, нужно сначала через раздел «Инсы» и «Администрирование» его активировать. То есть в этом случае мы выбираем нужный блок, выбираем нужный нам раздел, проставляем зелененькую галочку «Чекбокс», что он используется, и, соответственно, в итоге получаем блок, в котором все нужные документы присутствуют. То есть он становится доступным для использования, для видимости уже в рабочем режиме. Поэтому обратите на это внимание, пожалуйста. Это важно, если вы вдруг не нашли какие-то документы, но точно знаете, что должны быть, то стоит проверить, какие чекбоксы у вас проставлены в учетной политике, в первую очередь в структуре и в складах. Сейчас мы с вами снова возвращаемся к нашим слайдикам. Так, вот они наши слайды. И я хочу вернуться в начало нашей встречи, показать вам снова титульный лист и обратить внимание на наши контакты. То есть адрес нашей электронной почты, наши телефоны, адрес нашего сайта. И пригласить вас к сотрудничеству. Мы выполняем полностью весь спектр работ, которые связаны с программным обеспечением 1С. Это и настройки, и доработки, и продажи, установка. Ну, собственно, все операции, которые можно производить с программным обеспечением этого класса. На этом разрешите поблагодарить вас за время, которое вы нам уделили, за интерес к нашей информации. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, и надеемся, что вам будет интересно. И дальнейшие встречи с нами будут для вас эффективны и полезны. На этом компания Кодерлайн прощается с вами. Всего вам доброго, хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова